Такая у нас игра Альянсов получилась. Лост всю игру топил за них стоя, поэтому и сейчас... Да, Лост наказан. Знаете, как детей иногда наказывают. Ты будешь стоять сегодня в углу. Угол у нас здесь, может, мосцентр поставить. А он не может сесть. Товарищ судья, он не может сесть, да. Что мы можем сказать про команду, которая покидает наш турнир? Она не первая, она уже вторая команда. Да. Но они занимают точно такое же место, как и первая. И первая, да. Разница между ними небольшая. И денег они за это больше не заработали. Сколько они получают? Слушай! Тысячи долларов! Слушай, есть тема. Смотри, то есть ВП вылетели, и они там заработали 5800 долларов. Надо, чтобы вылетели филиппинцы, и они заработали чуть больше за то время, что уже ВП вылетели, и люди же покупали компендию. Да, кстати. И типа там на доллара два больше будет? А так и будет, да? А нет, конечно. На самом деле эти доллары, которые уже никто не получит, да? Нет, ну в смысле? Призовой же считается прям до конца продаж. Все, я шутник. Как обычно. Левел 90, скажем так. И что вы думаете про НАГУ? Я думаю, что молодцы. Альянс, как бы, на самом деле филиппинцы очень-очень недурно смотрелись, на мой взгляд. Они немножко тоже растряслись. Хорошую игру очень показали. Ну, опять там куча каких-то ошибочек непонятных. Но в общем, картина была неплохая. Но Альянс молодцы. Они показали то. Вот Нави надо присмотреться, мне кажется. Они показали, что нужно сделать. Вот Нави, что нужно было сделать в паре своих игр. А к ним явно филиппинцы пикают таких героев, которые пойдут к ним триплой. У них антимаг. То есть можно прийти три в три с этим антимагом. И в итоге антимаг будет не фармить. Нага будет фармить. В итоге ты получишь нагу там в три с атака, когда антимага в Battle Fury. И ты проиграешь игру. Точно бы Альянс проиграли в таком случае. Ну, если бы антимага смогли не дать фармить. Но Альянс берут, спокойно ставят антимага в сложную. Хотя бы по началу игры. И уже у филиппинцев начинаются приключения. Им приходится свапать линии, что-то бегать, быстро на ходу придумывать. Все элементарные действия. Ты идешь не триплой в легкую, против триплы в сложную, которая к тебе точно придет. А ты просто обманываешь чуть-чуть противника, хотя бы на старте. И дальше уже тебе проще играть. Пока твой противник слабый, ты тратит деньги на тпшке или бежит через всю карту. Ты там спокойно принимаешь решение. Ты из его антимага потом спокойно можешь убрать или прислать к нему помощь. Ну, в общем, Альянс контролировали игру изначально, что позволило там антимагу выйти в айтит и победить. Но он еще и убивающий антимаг был. Ему там на ботаме достался один килл, один ассист. Ну, а насчет героев как? Ну, то есть я имею в виду герои, которые берутся против антимага. Ну, Патма, Шекер, ну, может быть, что-то с чем-то забыл. Ну, было все достойно, кроме Мирана, потому что Мирана мы в очередной раз видим, что на кэре она немножко лишнее, если не считать комбинации через станы. Ну, то есть, если имеется фишура, стрела, ну, вот в лейте фишура, стрела, ну, этого не хватает обычно. Да, да и, в принципе, Мирана и в лейте там как не хватает ДПС, а мы все это уже много раз видели без каких-то модификаторов атаки. И тут мог, ну, мог доехать кто-то еще. Но стрел? Да? Стрел что? Стрелы заходили шикарные. То есть это под слип стрелы ловились шикарные, скажем. Ну, да. Лода у нас, можно было бы посчитать потом, сколько Лода поймал стрел за игру, потому что он их ловил и на хайграунде. Ну, под слип его один раз очень хорошо поймали просто таймингово. Отпустили слип, стрела зашла ровненько. Это, по-моему, одна из немногих смерти и лоды в этой игре. Ну, да, он дважды там умирал. Вообще, вот как надо играть с Нагой против антимага? Желательно, чтобы у тебя было вообще четыре воина, которые будут развлекать команду. Потому что, если мы посмотрим, у нас Мирана, она не совсем воин, ей нужно какое-то количество времени для фарма. Желательно всегда иметь одного инициатора, а-ля Бэтрайдер, который будет комбинить с Нагой, потому что это был Кентавер. Но мы видели, у него начало не сдалось, да, его бегали, под тавером убивали, убивали и вообще ему дыхание не давали. И когда у тебя появляется радианс и потом еще сильный инициатор, тот же Бэтрайдер, который мы видим, уже захватывает наши сердца, то здесь ты сможешь гангать. А получилось все немножко по-другому. Альян захватили преимущество за счет вот той самой ранней агрессии, точнее, того самого раннего слапа. В принципе, те же экзекрэйшн могли просто поставить даблы и роминг шейкера. Тогда можно было бы еще проще. Они бы от этого ничего не потеряли. Было бы интереснее. Но Бэтрайдера они загнали на линии, загнали очень хорошо. Бэтрайдер был проблемный, Бэтрайдер всю игру отыграл, ну, не на лучшем уровне. Они не того человека опустили. Им нужно было сфокусироваться на антимаге. Бэтрайдер, он свое наберет, он и набрал свой блинг, там, фрустаф, по чуть-чуть, где-то там, какой-то стак, подфарм, все будет. А если ты антимага отпускаешь, то очень плохо. И, кстати, вот мне понравилась очень комбинация от Альянс, то, что он был Бэтрайдер. И в этот раз мы увидели то, что, несмотря на одного кэри, остальные три героя, они реально создавали Space Cray. То есть вот эта вот комбинация Брюмастер плюс Бэтрайдер, она работала великолепно, потому что благодаря вот этой, благодаря ранней стадии Брюмастер убивает почти любого, ну, почти любого героя. Ты вытягиваешь, вырывается панда, сначала она одна, потом их три, потом еще идет за ним Вичдоктор и драться против такого просто нереально, когда у тебя, в принципе, три миличника. Она всех сжирает. И по итогам двух дней и одного матча винрейт Наги на финалах Старладера 0%. Да, винрейт пока не радуется. Смотрите, два раза играли, по-моему, в филиппинцы и Альянс один раз тоже брали. Да, винрейт не радуется, я думаю, мы радуемся. Да, я доволен, я искренне доволен. Я прошу у плохих команд, которые нас много кто слушает, кто играет в плохих командах, но вы знаете, да, если вы играете в плохой команде, пикайте почаще Нагу на моих стримах, чтобы, да и не только на моих, чтобы люди видели, что не надо брать этого героя. Он очень плохой. Мне не нравится этот герой и так далее. Нагу законтрили и причем как-то вот, ну, обычно, когда мы говорим, если кто-то берет Нагу, надо их идти и сразу убивать, там, давить и так далее, там, драться, как-то напрягать Нагу. Тут ее не особо-то и напрягали. Я могу сказать то, что ты можешь Нагу либо запушить до 20 минуты, пока она не сможет просто сплепушить тебе все карты, и второе, ты можешь просто убить ее в лейте, потому что в лейте Нага, на самом деле, она ничего особенного. Иллюзии, они бегают, но их убивают, больше половины кэри героев. Сама она милишник, который в драке не очень хорошо участвует, и если брать, ну, глубокий лейтгейм, ее там половина героев просто уничтожает. В принципе, антимаг он показывал, как сейчас нам лога показывает, как это делается. Не знаю, Дим, не знаю, но если даже вспомнить, там какие-то бывают легендарные иногда матчи, вот так же, как те же Альянсы играли в группе против Na'Vi на Интернешнеле, там был, не помню, у хвоста был гирокоптер, у Дэнди был СФ, и они с Нагой не справились. Потому что… Она прошла и давила иллюзиями. Да, потому что Na'Vi старались ее ловить, они старались что-то найти на карте и убить, а в итоге этого не надо делать, потому что когда Нага фармит, все, ты не можешь ее загангать. Все, что иди, спокойно, там, не знаю, покупайся на всю команду Мидасы, Доминаторы, стак и весь лес, фарми. Вы все одеваетесь в 6 слотов, она, когда она в 6 слотов, и вы там по 2 слота, она вас будет убивать. Но если вы перестанете бегать по карте и просто начнете фармить, то тогда есть что-то, потому что команды, в принципе, уже показали, что они готовы к этому. Что она фармит, ну и мы пофармим. Нага не самый сильный действительно герой в лейте. Дело в том, что у нее она довольно слабая по статам, и вообще она сильная только иллюзиями. И если что, уж так откровенно, антимаг один в один Нагу побеждает на равных слотах. Просто по факту тут Нага психанул и купил МКБ, но МКБ на иллюзиях не работает на самом деле. Он вообще им ничего не дает. То есть он купил МКБ просто своему герою. Чтобы пробить пару раз антимага, которому даже не дойдет толком. Ну да, а тот же антимаг, он МКБ может покупать с толком вполне. То есть когда Нага покупает бабочку антимаг с МКБ, иллюзии вырезает очень быстро. И то же самое касается всех героев в лейте, которые имеют ластил плюс бабочку. Да, Нага их просто не пробивает никак. Когда у них там по 3000 хп, по 30 армора, еще миссы, эти иллюзии, они просто не пробивают вообще никак. Все герои, что имеют сплэш, это в основном, ну естественно, милишные, они все, Нагу. Если что, Нагу очень неплохо, эффективно контрят Драгон Найтом, очень таким одетым, опять же, в форме. Он вообще этих людей не чувствует. Ну да, на основном левеле там они не подходят. Вот стопроцентный сплэш Кунка. На самом деле очень много есть возможностей. Просто да, ее, конечно, ее просто уже все боятся очень сильно. Ну, просто к тому же Нагу надо грамотно использовать. Пока грамотно использованы, тут мы ни разу не увидели все эти три игры. Это было неграмотное использование. С Нагой желательно взять Дизраптора, чтобы он фармил. И Нигма желательно. И Нигма, Operation. Там очень много всяких приколов, которые нужно использовать. Сама по себе Нага одна плюс четыре героя, никак с ней не связанные. Это то же самое, как под Май, четыре героя с ней не связанные. Слабый герой. То есть для него нужно специально подбирать, специально игру строить. Здесь пока никто не показывал это. Ну и лучше бы пускай никто не показывает. Да, потому что комбинация Дизраптор-Нага, наверное, одна из самых сильных вообще в доте, когда ты кидаешь слип и никто ничего не жмет, ни БКБ, ни ульты, вообще ничего. Она пока еще не была использована на этом турнире. Ну для этого нужен хороший Дизраптор, выформленный, хорошо выформленный Дизраптор. И три героя, которые просто будут защищать Тауэр. Как вчера в Рил Каспер, чтобы вот этот котел накрыть и добивать. Ну не было ни разу у нас толком использована Нага. Но с другой стороны, Террор Блейд тоже у нас не был ни разу использован, хоть все их так боялись, этих героев. И хорошо. И слава богу, что их нету. Может быть они там между собой договорились, что, ребят, давайте без этого сегодня. Без этой ереси. Да, у нас много разнообразных Сларков, там где-то у меня тут была открыта, кстати, статистика. Дизраптора мы вообще видели только три раза. И из них, опять-таки, на финалах Стреладера. И победить он смог только в одной игре. Ну это вчера, как раз-таки против Эмбера. Ну вот как раз уже и с Агонимом, и со всем остальным. Ну я вот смотрю статистику вообще этих финалов. Собственно, Гермаг 12 раз в пике, 4 раза в бане. Это... Винрейт с Каймага снижается, кстати. Да, это открытие турнира у Гермага. Ну у Гермага винрейт получается у нас 58% в тех матчах, где он пикнут, да. И, кстати, у кого там самый большой винрейт из тех, кого часто пикают? Трижды пикали Гирокоптера три победы, трижды пикали Вивера три победы, да. У Шейкера в пяти играх 80% винрейт. Ну это No Tail. Большая папочка, а не кролитый Вайпер еще, а что-то неплохо смотрится тоже по три пика и победа. Но, прошу обратить внимание на 22% винрейта Разора. 22%! Ну теперь люди, они, я думаю, что-то подумают насчет Разора. На самом деле уже это обсуждали, да, на прошлом как раз в нашем включении. Тебя-то с нами не было, как раз тут Разорочка уже... Я тут давал интервью буквально 10 минут назад. И опять же меня спрашивали... Кому? Где искать? Виртус.про, естественно. Виртус.про. Ну меня больше никто не берет, только свои. Журналисты, журналисты, сидит тут НС, вы не берете интервью. Вот, и, собственно, как раз меня спрашивали там вопросы, Яна, про какие там герои, что-то там нестандартные, как относишься, как относишься к Огромагу. И вот как раз насчет Огромага. Половина команд знает, как играть с Огромагом, половина не знает. Вот тебе такая... А пикают все. Притом некоторые даже не знают зачем. А с Разором знают... А Разором бегают тоже все, а умеют играть только Артизи. Только Артизи знает, как играть. Он и на Интернетшнале практически тоже сам умел играть. Все остальные, особенно те команды, которые не играли до этого на Разоре много, они как-то брали Разора, потому что, казалось, Артурка может, значит, и мы можем. Да, если может Артур, так, ну, это же логично. Любой может. Ну, да, любой может что-то. Абсолютно. Даже Тевтон. На его месте мог быть даже Тевтон, как пишут на нашей алибиевой продоте. Ладно, с филиппинцами, с Нагой, наверное, покончим. Да, нас ожидает следующий матч. Нави... Не-не-не, у нас Тинкер. Я знаю, Нави немного дали отдохнуть, поэтому они будут играть позже. Сейчас у нас матч Тим Тинкер против Альянсов. Альянсы сразу вторую игру будут играть. И Тимерину Тинкерину, которые вчера, к сожалению, не очень хорошо себя показали против Секрита. Вот этот пацан, который сидит сейчас ближе всем к камере... Игры были интересные. Да, игры были крутые. Вот этот пацан, который сидит сейчас ближе всем к камере, он должен дать. Я не знаю, у нас есть интервью, кстати, с Тинкерами? С CJ? Я не думаю... О, у нас есть интервью с ЕГМом. Давайте слушать. Обязательно. Да, ну... Давайте посмотрим интервью с игроком команды Тинкер. Это бывший суппорт команды Альянс. Чемпион Интернешнала. И чтобы подвести вам полностью уже вот такую вот инфу, позавчера во время первого игрового дня у Лоды брал Жене интервью, и Лода первый раз за все время сказал, что до этого, ну, обычно информации такой не дают, до этого было сказано, что там С4 покинул и так далее, ЕГМ покинул, а Лода конкретно сказал, что после того, как ушел С4, мы решили, что мы не хотим играть с ЕГМом. То есть он фактически признал, что ЕГМа набрили. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу. Обычно, знаешь, эти официальные заявления, мы решили попрощаться, мы благодарим, а тут он говорит, набрили. Обычно по собственным желаниям вообще все. Да, а тут набрили. Все. Ну, посмотрим, что на это ответит ЕГМ. Не знаю, спросит ли у него это в интервью. Тем более, и вопрос еще, когда у него брали интервью, интересно, он знал, что ему сейчас с Альянсами предстоит играть? Или, возможно, была надежда еще с филиппинцами? Ну, может быть, я не знаю. Давайте смотреть, что вам скажет ЕГМ. Итак, ЕГМ, вы готовы для низких бракетов? Это бест-то, поэтому у вас нет права за ошибки. Я думаю, что это нормально. Это бест-то, что все может происходить, но мы играем против Альянсов, и мы никогда не потеряли их, поэтому я думаю, что мы сделаем хорошо. В прошлом серии гейминг-серии против Team Secret вы взяли в первую игру, но вы потеряли в Инициативе. Почему? Какой был момент? Я думаю, что мы сделали какие-то проблемы, с тем, что мы не потеряли наши БКБы, когда мы вошли, поэтому Дисруптор-роллоти не потеряли всех, потом они пушили один рак, почти в ботом-лейне, мы не были бытовы, и мы просто закончили гейминг. В первом интервью выяснили, что после С4 уничтожили, они решили выжить вас. Вы видели это? И если вы уничтожили в следующем игре, это дали вам больше motivation? Я знал, что я уничтожил или уничтожил. После того, что С4 уничтожил, я не думал, что команда была самая. Так что я уничтожил, и они хотели уничтожить меня. Так что это было простым выбором. И конечно, это мотивация, чтобы играть с моими друзьями. Я все равно с ними. Так что у меня нет трудных ощущений. Спасибо за эту интервью. Я не буду ждать вам много времени. У меня нужно уничтожить. Удачи! Я хочу начать с этой фразы. Есть такая фраза, очень вечная. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю, что собирался оливать в любом случае. И все. Ну ты поливал из Альянса. Подожди. Я перевести. Хорошо, переводи. Ты же переводчик. Переводчик, переводи. Меня же здесь для чего-то вообще-то держат, хоть иногда. То есть вопрос был последний, который Вилат решил сразу прокомментировать. Это по поводу как раз того, что произошло после Интернационного. Того, как набрили ЕГЭМа. ЕГЭМа сказал, что он знал, что С4 будет уходить, поэтому он все равно собирался и сам уйти. Я и сам собирался уйти. То, что меня кикнули, мне только на руку. Не успел уйти. Не успел уйти. Не успел. Это как в американских фильмах всегда. Ты уволен, я не уволен, я сам ухожу. Да, да, да. Вот точно так. И сказал, что естественно будет мотивирован играть против Альянсов, против друзей. Он сказал, что они все еще друзья и будет довольно интересно. Но они его типа в свет вывели. Как бы да, может быть. А вот теперь можно в свое не верю. Да, а он выходит, короче выключается с камерой. Он говорит, да я им этим сейчас просто приду. И как вот так их просто. Не, ну ЕГЭМ сейчас будет заряжен, это понятно. Мы вчера это обсуждали на примере Na'Vi и Secret. Как у нас Secret играют? Ну нет, Secret это вообще что-то. Как они против Na'Vi именно играют. Да, просто вышли вот так. Да, там было очень грустно. Сняли трусишки, по попке нашлепали так и пошли с серьезными дядьками разбираться. Блин, я пропустил этот момент. Где? Посмотри. Это на бэкстейже было. Это было на бэкстейже, ты как раз на аналитике сидел. Ты был занят немножечко. Глупая аналитика. Глупая аналитика. Если вернуться немножко к интервью, они не боятся того, что в лузера попали. Ну, B1 может случиться что угодно, но они готовы к этой игре. И что случилось в игре с Secret? Потому что у них было довольно большое преимущество в начале игры. Они хорошо начали, а потом стрелились. Он сказал, что была проблема с прожатием БКБ. В результате чего не успевали иногда. Disruptor успевал накрыть ультом. И будут пытаться исправить именно эти микро-моменты. Возможно, получится. В принципе, сейчас у них Альянс. Команда, которая не лучшим образом выступила в первый день, но реабилитировалась вчера. Сегодня, в принципе, неплохо уже играет. Ты понимаешь, что у Альянса нет богоподобного Big Daddy? Который действительно пока, но я не знаю, пока, по-моему, лучший игрок этого турнира. MVP. Да, пока действительно. Big Daddy дает жару в каждой игре абсолютно. Вчера вот на Disruptor он отправил Sing Singa отдыхать. Кстати, в этой игре, прошу заметить, в этой интервью не было такого, как вчера, когда у Sing Singa спросили. Твой прогноз сказал easy 2.0, вообще мы этих секретов прямо сейчас тут не заметим. Он, по-моему, потом еще после игры ответил, ага, 2.0. Нет, в твиттере он написал 2.0, бич, просто. Ну, почти 2.0. Не, но он был прав. Он абсолютно был прав, 2.0 есть 2.0. На самом деле, очень приятно играть на Disruptor, когда, против тебя, Amir Spirit не покупает BKB даже четвертым слотом. NS знает. Покупайте сет NS на Disruptor, кстати, в Dota TV. Заходите в Dota Store и пишите NS, и там находят его. Static Lord, обязательно. Я богатею и чувствую, как я сейчас уезжаю на Ferrari. Приехал на Maybach и уеду на Ferrari. Постепенно у нас забираются игроки в лобби. Давайте еще раз подумаем, что будут играть тинкера. Будут ли они играть точно так же, как вчера против Сикретов или, возможно, попробуют что-то новое взять, другое. Я думаю, что команды не будут изменять тому, чем они сейчас играют, и будет довольно интересное противостояние, потому что все-таки Альянс, они больше фокусируются на такой академичный 5 на 5 Dota, очень такой стандартный, по-фармит кэри, есть там стандартный мидер, все вот как в учебнике Dota. Бульдог на своих героях. Такой учебник по Dota. Итальянс всегда такие были, они вот сейчас вернулись вроде к этому, и у них более-менее опять получается. В то время как тинкер, это на самом деле команда разброда и шатания. Это что угодно, куда угодно, кэри аксы там. Да, это в конце концов синг-синг его. В конце концов это висп опять же. Ну опять все команды с виспом, это начинается вот эта вот кутерьма по карте, да. Импер спириты какие-то, то есть что угодно. И то есть это вообще встреча двух разных стилей. Если вчера Team Tinker и Team Secret, это примерно один стиль. И собственно мы это и видели, очень даже такая равная была игра, просто Secret переиграли в некоторых игровых моментах. Сейчас это будет столкновение стилей, и на самом деле, ну для меня, я считаю, что стиль Альянсов, он в идеале лучше. То есть если его исполнить хорошо, это лучше, чем исполнить хорошо то, чем играют Team Tinker. Хорошо. Ярослав, извини, у нас игра скоро начинается. Стиль Альянса сильнее, но кто победит? Ну Альянсы победят, я верю, пожалуйста. Ты веришь, что стиль будет реализован, поэтому они смогут победить? Думаю, да. Счет 1-0, Виталий. EGM. EGM затащит. Хочешь, чтобы он стил? Тинкера 35 минут. Альянс. Альянс. Мнения разделились. Мне тоже почему-то кажется, что тинкеры, они все-таки в Винра прошли. Ну да, там, оттуда они быстренько спустились. Но заряженный EGM вместе со своим, ну не со своим миксом, а с миксом игроков. Со своим миксом. Разных коллективов. Аговорщики хорошие. Потому что действительно микс. Смогут противостоять Альянсам и покажут хорошую игру и победят. Так что такие наши прогнозы. Мы уходим на короткую паузу и через буквально пару минут игра Альянс Team Tinker. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова